Всем привет, это обновления и ивенты. Начнем пожалуй с обновлений. 8 марта, всех девуль с праздником. Итак, начнем. Добавлен мировой компонент. Горная зона конфликта это поле боя, на котором сражаются персонажи со всех серверов в рамках одного мира, то есть на кластер будет. Зайти может ограниченное число персонажей. Каждый вторник и четверг. С 21 часа 50 минут до 22 часов. Компонент запускается спустя максимум 10 минут. Катакомбинемент может. Компонент это новое подземелье мисс серверное. Имя вошедшего персонажа изменяется на случайное, как в Некрополе. Начинается с 70 уровня. Каждый вторник и четверг. Начинается с 22.00. Подбор от 1 минуты до 10 минут. Видно. Или это бой будет. Время сохранения поля боя. Что очень интересное. Так, это мы откроем подземелье. Олимп. Это мировые. Вот это. Горная зона конфликта. ПВП. Вот. А тут должно быть написано, я думаю. Ага, все понятно. Все, я понял. Так очень непонятно, если честно. Короче, длиться будет 10 минут, я так понимаю. Но это вторник и четверг. Это завтра оно будет. Первое событие начнется завтра. Правило. Это война между двумя лагерями. Цель каждого лагеря уничтожить башню вражеского лагеря. С начала войны каждый игрок автоматически приписывается к тому или иному лагерю на острове. В начале игры башня неуязвима. Так запоминаем. В начале игры башня неуязвима. Чтобы получить возможность навредить вражеской башне, нужно уничтожить все защитные камни противника. Спустя определенного время после начала войны. На карте появляются определенные обходные пути, через которые игроки могут тайно попасть на территорию врага. Очень интересно. Игроки могут купить у торговца бронзовой гильдии свиток телепортации лагеря. И с их помощью можно мгновенно вернуться в свой лагерь. Так положительный эффект. За уничтожение элитных монстров в центральной части дается положительный эффект, необходимый для атаки защитных камней. Снять положительный эффект с врага можно, уничтожив их защитные камни. Элитные монстры. С началом события через заданные интервалы появляются элитные монстры. Место появления будет отмечено иконкой на мини карте. При победе над элитными монстрами в горной зоне конфликта и уничтожении появляются коробки с реликвии Эрета. Выпадают свитки. Это получается с элитных мобов выпадают какие-то свитки. Накладывает эффект заморозки на окружающих врагов. Увеличивает скорость окружающих союзников. Это свиток, это отдельные свитки. Иммунитет ко всем атакам и аномальным состояниям. Поражает окружающих врагов кличнями Арфиен. Удерживает и наносит постоянный урон. Мощная энергия суцептора ядра. Ну Арфиен и суцептор это как на Олимпе кто был. Суцептор телепортирует, а Арфиен в корни берет и поглощает ХП. Качки победы начисляются за уничтожение обычных и элитных монстров, вражеских защитных камней и игроков. Условия победы победить лагерь первыми уничтожить вражескую башню. Если никто не уничтожит вражескую башню за отведенное время, победителем считается лагерь набравший больше очков. Так, ну это понятно. Участники получают индивидуальные награды за вклад и общие награды лагеря. Награды отправляются по почте после завершения войны. Горной зоны конфликта. Видим награда лагеря. Награда это всем дают кто участвует, я так понял. Поражение и ничья победа. Ордена славы, так, Ордена славы в количестве 30 тысяч за победу. 30 тысяч, это еще плюс Ордена славы, теперь можно фармить. За ничью 15 тысяч и за поражение 10 тысяч. Также кристаллы, зелье пробуждения, среднего качества за победу. Тут видим просто награда уменьшается. Кристалл святости. Какой-то кристалл святостей дают теперь. Какой-то редкий, это за итем такой. Так, а это мы видим, кто больше всех наберет очков, я так понимаю. Топ 1 место видим. Топ 1 место получает карта Агатиона и карта души. Высшего качества по 11 раз, по 5 штук. Это за первое место. Улучшенный кристалл, героический свиток поручения Гранд Каина. 5 штучек. Второе место у нас видим Агатион, 4. Ну видим награды немножко меньше, но тоже вкусненько. Суду карета. Так, третье место у нас, тоже награды меньше. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас получается. 1000 игроков получают награды. Ничего себе, это замесик будет. Сколько там людей будет участвовать? Ну вот видим карту улучшенного Агатиона. 1 раз 1 штучка. Улучшенный кристалл. Редкий свиток пробуждения Гранд Каина. Получается, если попасть в топ 100. Топ 60 до 100. Что у нас получается? Это вот оно. Карта улучшенного Агатиона. 11 раз. Слушайте, это уже неплохо. Нам в топ 100 попадать. Надо попадать в топ 100. Карта улучшенного. У нас, если мы попадаем в топ 30. С 30 до 60 мест. Короче, она в топ 100. Карта улучшенного Агатиона. 6 раз. Улучшенный кристалл. Вот это я понимаю вкусненько. Как раз улучшенный кристалл. Это очень хорошо. Так, вот такой вот инстант открывается. Миссерверный. Указаны ниже предметы. Можно создать. Так, теперь. Ага, вот эти свитки. Так, свиток освещения. Ага, это свитки, которые вставляются в оружие, да? Мотив Евы. Там на хп, на ману. Создание. Кристалл святости. Это кристалл святости. Видим, по 3 штучки дают. А нужно 10 штук, чтобы создать. И создание с определенной вероятностью. При неудаче вы получаете кристалл святости. А ну давайте мы посмотрим. Так, другое, да? Рецепты. И у меня всякое все, да. Кристалл святости редкий. А тут 5 штучек надо пишет. Одну битву проигрываете, одну побеждаете. И у вас есть шанс за 50 тысяч адены и таких 5 кристаллов. Ну, слушайте. 22,5% шанс крафтить. Как бы и шанс крит успеха. Это на продажу, я так подозреваю. Привязка или не привязка? 25% шанс крафтить. 2,5% шанс, что он будет не привязанный. Так, видим тут 7 нужно. При успешной атаке наносит урон по области. Это гладом будет круто, я думаю. Так, это что у нас? При успешной атаке кифи защита минус 5. И это при успешной атаке наносит допфрон. Круто, круто. Что сказать, очень круто. Для 70 уровней. Игроки не могут вернуться в горную зону конфликта. В случае выхода или потери соединения во время войны. То бишь, вас выкинуло, вы уже не вернетесь. Игроки могут использовать чат. Это очень интересно. Если вы остаетесь в лобби на 120 секунд или более, во время битвы вас автоматически телепортируют на основной сервер. Чтобы получить награду, вам нужно собрать хотя бы 10 очков победы. Также добавлено новое подземелье храма рассвета. Очень крутое подземелье. Будет работать с 10 вечера до 8 утра. Я тестил 60 подземелье. Дает очень много опыта, как башни дерзости, первый этаж. И адены неплохо. Я пытался парики водить, но я не понял, это профитно или нет. С вот этими дерганиями, конечно. Но прикольно было. Пришлось руками играть немножко. 40, 50, 55, 60, 70. Ходы для лвлов. Но 60 уровень очень неплохо, очень. На 73-м 0.30 час. Для меня, для фри игрока, как сказать. Не знаю, как у вас. Так, изменена дата входа в Некрополь. Теперь Некрополь будет только в воскресенье. Время остается такое же. Так, завершен третий остров древних. Так, в прошлом видео про остров древних вы мне ничего не написали. Значит, он вам не нужен. Значит, я про него ничего не буду рассказывать. Остров древний мы пропускаем. Так, улучшения. Улучшены глобальные уведомления о получении, связанные с созданием. Теперь они отправляются при успешных попытках создания. Улучшена система головорезов. Когда персонаж набирает определенное число очков головореза, выводится сообщение с предупреждением. Если персонаж становится головорезом вторично в течение 24 часов, то более мощный и отрицательный эффект длится дольше. Чтобы узнать подробности информации о положительных или отрицательных эффектах, наложение на члена группы, нажмите и удерживайте название, иконку того или иного эффекта. Так, исправлена ошибка, из-за которой в определенной ситуации кнопка согласиться активировалась, даже после того, как израсходованы все доступные покупки и смены сервера. Исправлена ошибка в отображении интерфейса, которая происходила в некоторых случаях при получении полномочий главы клана. Исправлена ошибка, из-за которой во всплывающем окне распределения запасов клана периодически распределение происходило не в соответствии с установленными на самом деле целями суммами. Исправлена ошибка, из-за которой чат группы Альянса видели те члены клана, которые не соглашались на смену сервера клана. Исправлена ошибка, из-за которой награда мирового босса применялась неверно. Так, на этом обновление все, перейдем к ивентам. Битва в горной зоне конфликта, так, это ивент, связанный с новым миссерверным подземелем. До 22 марта будут давать, неважно, победа, ничья, поражение, сундучок. Сияющая антикварная вещь, от 30 до 50, ордена славы, от 1000 до 3000. Это 100% шанс получения. Кристалл души 6 раз, кристалл души 11 раз. Вот это хорошо, слушайте. Это получить можно или 6, или 11 раз, или низкое, или среднего качества зелья пробуждения 1 раз. Добавлен сезонный пропуск. Можно его активировать за миллион адены. Где вы проходите разного вида заданий. Это такие задания, вы не напрягаетесь. Там купить в магазине, ударить моба. Так, если мы покупаем награду, видим, виталочку дают и сундучки со свитками поручения. Энхосад, очень круто. Значается 1, 2, 4 сундучка. Это получается 20 свитков, очень круто. И сама награда, первую награду забираем. 200 штук антикварной вещи и 3000 энергии Энхосад. Кристалл души от обычного до редки. Тут у нас дальше расходнички. Кристаллы. Знаки поручения. Опять сияющая антикварная вещь. Карты класса от обычного до редки. Опять расходники. 1000 ордена славы. Карты Агатиона. Расходники. О, улучшенный кристалл. Знак поручения. Кристалл души кошачья банда 1 раз. От обычного до редки. Зелье пробуждения низкого качества. 2000 ордена славы. И финальная награда. 10000 виталки. Также добавили новый ежедневный за 1000 адены. В конце видим каждый день виталочку дают. Первый день. 23 ликвий. 1000 кристаллов. 1000 ордена славы. Это что у нас? Сияющая антикварная вещь. Видим такой сундучок с разными итемами. Ордена славы до 3000 штук. Кристалл души. 11 или 6 штучек может упасть. Также карта Агатиона. От обычного до героического 6 раз. Магический пергамент. 500000 адены. Реликвия энергии. Улучшенный кристалл. Опять же такой же сундучок. Сияющая антикварная вещь. Ордена славы. И карты класса высокого качества 6 раз. Магический пергамент. И финальная награда. 5 миллионов адены. Видим 14 дней будет длиться ежедневная помощь. Кто покупал вот этот пропуск. Скажите какая вам выпала карта. Та что вы хотели или нет. Напишите что за карта. Ну хоть кому-то может везет в этой игре. Напишите в комментариях. И последний завершающий ивент. Приходит письмо в 9 часов по почте. До 22 марта. Энергия НХСа 1000 единиц. Таинственный мешочек рассвета. С расходничками. Ну на этом и все. Всем мир. Всем добра. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok